Любимая ведущая Владимира Путина Эфирное олицетворение стабильности России Вот уже скоро 30 лет Какая я крутая Она бегает в стометровку лучше Усейна Болта И играет в покер лучше Максима Каца Я умею сдерживать себя, я умею управлять своим гневом Я умею направлять гнев, если это нужно Меткий стрелок, великий шахматист и укоротительница змей Не женщина, а сундук со сказками Милая, хочешь я тебе одну вещь-то скажу? Профессиональный психолог подготовил для нас профайл пропагандистки Екатерины Андреевой Впрочем, что там мы? О ней писали еще Лао Цзы, Сократ и Чарльз Дарвин Я не шучу и все подробно расскажу прямо сейчас С вас лайк и начинаем Главный парадокс Екатерины Андреевой Она не интересуется политикой Мои собеседники в индустрии говорят, что долгая телевизионная жизнь Андреевой Парадоксальным образом связана с ее абсолютной аполитичностью Да-да, вы не ослышались Лицо первоканальной пропаганды не имеет никаких политических взглядов И вовсе этого не скрывает И мое представление о государстве совпадает с тем, что я делаю Я не лгу Более того, оказалось, что именно такая позиция Идеальная для телевидения эпохи Путина Я не окрашиваю политические новости никаким образом Это четкая информация и все Что бы ни происходило, всегда позиция Андреевой совпадает с официальной Будь то пенсионная реформа, разгон оппозиции или вторжение в Украину И в начале обстановка в Курском приграничье Вооруженные силы России и Росгвардия контролируют ситуацию И методично выбивают врага с нашей земли В следующем году будет 30 лет, как она ведет новости на Первом канале При этом степень отстраненности от этих новостей впечатляет Андреева утверждает, что сама телевизор не смотрит Я вам объясню, почему я не смотрю телевидение Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов Он опасен для здоровья Я себя очень люблю для того, чтобы не давать разрушать Свои нейронные связи в мозге тем, кто агрессивничает с экрана Хватит тарать, а то сейчас накормлю Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США В радиоактивный пепел Весь мир в труху Кстати, Екатерина Андреева не смотрит не только коллег Но и свою программу «Время» она тоже не смотрит Вредно для здоровья Вот тут мы готовы согласиться Для ментального точно Так, вот я вышла из эфира, я забыла В соцсетях Екатерина Андреева и политики меньше, чем у поп-звезд Она travel fashion lifestyle блогер Она искренне считает, что является абсолютным образцом во всем Вообще, кажется, нет такой сферы жизни, где Андреева была бы неуспешна Это очень редкий дар Она считает себя победителем по жизни Хоть в шахматы Обычно я выстраиваю отношения с людьми, как шахматную партию И просчитываю ходы Всегда Хоть в покер Я стою в черном списке в нескольких казино Разных стран Я не шулер, я просто угадываю А еще она может силой мысли остановить насильника Он отвалился, ударился головой, пошла кровь, я быстро села в машину и уехала Вообще, травить байки Екатерина Сергеевна очень любит И есть такие, которые она пересказывает из интервью в интервью Мы можем предположить, что много из ее рассказов плод фантазии Хотя бы просто потому, как истории обрастают разными деталями Ну, например, Андреева часто рассказывает, что с детства мечтала быть силовиком Я хотела быть пожарным, я хотела быть милиционером, я хотела быть военным Я хотела быть космонавтом и летчиком одновременно А в юности устроилась в прокуратуру Но отказалась от карьеры следователя после одного случая Меня же хотели вынудить, предать своих товарищей Потому что в моем сейфе было дело мужчины, который совершил страшные преступления Я задержалась на работе и вышла из здания прокуратуры очень поздно Было темно, это была зима И когда я открыла дверь черного входа, потому что парадный уже был на Кузнецкий мост закрыт Я почувствовала, как тень промелькнула очень быстро от угла В одном варианте истории человек ей приставил нож к ребрам Тем более, что буквально через пару секунд под левым подреберьем я почувствовала лезвие ножа В другом варианте их было двое И там меня уже ждали два человека В третьем, к ножу прилагалась и денежная мотивация Вынеси дело, мы тебе дадим 25 тысяч рублей По тем временам это бешеные деньги И вот поняла, что я не могу это сделать Большие вопросы вызывает сам факт, что 17-летней девушке кто-то выделил сейф И положил в него расстрельное дело об убийстве ребенка Но самое интересное, это, конечно, развязка истории Иногда Екатерина Андреева успевает просто очень быстро убежать Единственное, что я смогла сделать, я смогла, во-первых, убежать и ударить его очень сильно, этого преступника по причинному месту А иногда она сражается, как заправский каратист И я с такой силой их оттолкнула, что один из них отлетел и упал и ударился очень сильно Я просто схватила его, воспользовавшись тем, что он отвлекся За волосы и силой, а потому что эффект, да, уже начался, шарахнула его об колено, подняв, естественно, силой колено к его носу Не знаю, мне кажется, я ему сломал нос, потому что он заорал, что-то теплое хлынуло Кать, а куда второй-то делся? В общем, не на ту напали Бежала как лань, наверное, которая бежала от леопарда какого-нибудь Да чего желань? Катя Андреева бегает быстрее легендарного Усейна Болта В нескольких интервью она рассказывала, что еще девочкой поставила мировой рекорд на 100-метровке Я пробежала 100-метровку за 9,6 секунды, мне никто не верит Мне было 13 лет, я бежала с сильными соперниками, мальчиками Это же норма мастера Это вообще, это какой-то мировой рекорд, как потом выяснилось А вот еще история Знаете ли вы, что выпуск новостей с Андреевой может спасать жизни? Женщина одна написала мне, что ее муж выжил благодаря тому, что смотрела программу Время, когда я работала, потому что у нее был сердечный приступ Они очень долго ждали врача И, видимо, для того, чтобы зацепить его за что-то Она ему сказала, смотри, смотри, пусть Катя говорит тебе что-то А еще Екатерина Андреева обладает сверхспособностями Например, общается с историческими личностями Посредством прикосновения к их вещам Через вещи, в том числе, могу настраиваться на вибрации вот этих людей У меня есть и портрет Черчилля, Марка Черчилля Есть веер Марио Антуанетты Есть кое-какие вещи Наполеона Есть вещи того же Сталина Это говорит человек с высшим историческим образованием Дипломированный специалист Я писала просто про схожесть в чем-то режимов Сталина и Китлера Да, и одинаковые песни, много темпа армии, там еще и еще Теперь за такие научные изыскания светит статья и 15 суток Еще одно феноменальное умение Андреевой Она по морщинам умеет вычислять завистливых и злых людей А когда такой человек вступает с ней в контакт То Екатерина ставит перед собой мысленное зеркало Для того, чтобы его негативные эмоции отбивались об это зеркало и уходили обратно То есть, если я встречаю человека, который, скажем, я вижу, что он может посылать какие-то злые эмоции Я всегда мысленно сама себе говорю, что я вижу тебя, я тебе желаю только добра Но все, что ты сейчас транслируешь в мир, я надеюсь, к тебе обратно вернется Вот бы сейчас поставить зеркало перед телевизором с Андреевой, и чтобы все, что она в своих новостях транслирует в мир, ей бы возвращалось Жаль, что мы с вами разумные люди и даже в качестве развлечения не будем делать таких глупостей Даже мысленно не будем Не будем, да ведь? Уровень эзотерики в голове главной новостницы страны просто зашкаливающий Надо ли говорить, что она верит в астрологию и в хиромантию? Во всю эту хиромантию И успешно применяет ее в своих целях Самый известный случай – комплимент Путину 80-го уровня У него есть на руке символ власти Ну, если уж взялись за хиромантию, то куда же без физиогномики? Герцог Арнольфини очень похож на нашего Владимира Владимировича Чем знаменит герцог Арнольфини? Он собиратель итальянских земель Таким-то образом, да, из того прошлого времени сюда, в нашу Россию, передано некое послание, да, где можно понять, и он об этом знает, потому что вот мы с ним это обсуждали То есть Владимир Владимирович знает? Да, знает, что его задача, которую он сам себе поставил, она правильная После недавнего интервью Андреевой и светской львицы Светлане Бонтарчук в соцсети обсуждают новость Телеведущая сошла с ума Ну, это, конечно, сильное утверждение Но вот что мы можем с высокой степенью вероятности отметить Екатерина Андреева имеет довольно ярко выраженную истероидную акцентуацию характера Она буквально кричит в своих интервью Посмотрите, какая я потрясающая, неординарная, выдающаяся личность Все внимание мне! У нас есть гимн, флаг, как от Андреева Екатерина Андреева абсолютно уверена, что она сверхчеловек И даже удивительно, как такая великая женщина всего лишь какая-то телеведущая Ведь она буквально все поняла об устройстве этого мира Все вытекает из всего, и мы все это гормоны Мы все это сексуальные эманации Мы все сотканы из внутренних чувств Андреева может вам рассказать, чем на самом деле мужчина отличается от женщины Мальчики двигаются так, от низа до верх Поэтому есть слово подонок, даже в женском роде нет его, нет слова подонка А подонок есть то, что вот он оказывается на самом дне Но он также может оказаться и на самой вершине А девочки вот такая прямая, ровненькая более Но зато это та самая линия, об которой мужчина, если падает, он может опереться Екатерина Андреева может дать вам совет на любую тему Как сохранить молодость? Пожалуйста Если вы, например, в матрице своего мозга сумеете убрать свое представление о себе в старости Которое навязано вам обществом, а вовсе не вами Вы перестанете выглядеть так, как вы считаете должны были бы выглядеть в 70 лет И в то же время Андреева лучше всех знает, как управлять флотом России И не допускать таких трагедий, как крушение подлодки Курск Если бы я была министром обороны, такого бы никогда не произошло Уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием, сказал Чарльз Дарвин А потом психологи вывели из этого целую теорию Она называется эффект Даннинга-Крюгера Это когнитивное искажение, когда человек уверен, что разбирается в чем-то на уровне специалиста Но это не так Это искажение присуще в той или иной степени нам всем У Екатерины Андреевой, однако, оно принимает слишком гротескные формы Вы знаете, я бы не хотела, но могла Все качества у меня для этого есть Основой для теории об эффекте Даннинга-Крюгера стало не только высказывание Дарвина Тоже подмечал Лао Цзы Или, например, древний греческий философ Сократ Не все психологи признают этот эффект Но, возможно, именно случай Андреевой мог бы их переубедить Такой он яркий Вот еще одна особенность Екатерины Андреевой Она создает вокруг себя образ человека безупречной порядочности Несомненный моральный авторитет Я не оскорбляю людей Это мой тоже принцип Не оскорблять людей, не унижать людей Это для меня запрет Но если бы кто-то из ее интервьюеров хотя бы немного постарался То запросто разоблачил бы Андрееву Это просто старая, страшная, толстая тетка Это она не про себя, конечно Про свою подписчицу в Инстаграме Которая сделала замечание по поводу внешности телеведущей При этом Андреева всегда подчеркивает Ей наплевать на хейтеров Мне пишут иногда какие-то люди, какие-то письма Какие-то гневные там обличения, что-то Они никак не могут понять одного Это для меня все фиолетовое, понимаешь? Это меня никак не трогает, не раздражает Мне нельзя этим выбить из седла Вообще Андреев очень любит создавать собственные правила жизни И неважно, касается это мелочей Или самых глобальных явлений Как правильно пить чай Или как правильно вести войну Готовишься к войне, готовь два гроба Это однозначно и никогда не бывает по-другому Самый лучший бой несыгранный И самая лучшая война, которая не началась Такое количество теорий вкупе с некоторым даже мессианством Екатерины Андреевой Недмусмысленно нам намекает на шизоидную составляющую ее личности Она, несомненно, присутствует Но в полной мере говорить о подступающей шизофрении нельзя Так как главный ее признак – это уход от социума Снижение любых контактов и замкнутость Этого мы у Андреевой не наблюдаем Зато наблюдаем другой признак снижения эмпатии Это, впрочем, присуще и нарциссам Посмотрите на примере все той же трагедии под лодкой Курск Как Андреева переключает внимание с жертв На свою выдающуюся роль в этой чудовищной истории Мне было очень тяжело, когда потонула лодка Курск Потому что я знала, что там живые люди Я прям четко знала, потому что в Сербии жила Она сейчас уже умерла Очень известная, видящая женщина Она была как Ванга И она позвонила мне и сказала Я прошу тебя, торопись И я очень энергетически торопилась То же самое Андреева делает, когда говорит о трагедии в Беслане Самое значимое ее воспоминание Как удачно телеведущая рассказала о мальчике Который выжил после ранения Вот это рейтинги были выше, чем у чемпионата мира по футболу Добавляет она Рейтинг, если мы так уже возьмем сухие цифры Именно вот этого куска был такой Что это нельзя было ни с чем сравнить Даже с матчем по чемпионату мира по футболу Екатерина Андреева всего лишь говорящая голова Многие считают, что ее недостаток в том, что она как робот какой-то На встрече со своим белорусским коллегой Российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства А на совещании в правительстве обсуждали Но она считает, что она не робот, а скала Я вам говорила, стой как скала Что бы ни случилось, стой как скала Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась Из йоги После истории, как Екатерину Андрееву сняли с эфира в программу «Время» Но потом вернули обратно, говорят по личному настоянию Путина Это какой же я тогда человек, если меня спасает сам президент? Телеведущая еще больше поверила в свое предназначение Пока она сидит в эфире, в России ничего не изменится Я буду транслировать элемент победы всегда То есть это очень важно для страны Что у нас все получится, мы со всем справимся Ну давайте в качестве вишенки на торте Еще одну интересную особенность Екатерины Андреевой рассмотрим Ее отношение к возрасту Оно очень болезненное Телеведущая так пытается его скрыть Что даже Википедия не может разобраться То ли она 61-го года рождения, то ли 65-го Я почти как, может быть, Нефертити или Тутанхамон У них обычно пишут Родился около 3-го, 5-го века до нашей эры Сама Андреева настаивает на 1965 году рождения И если вам интересно, то судя по информации из баз данных Которую проанализировал центр досье Мы можем подтвердить, что она действительно родилась 27 ноября 1965 года В таком случае она лжет о своем возрасте на момент рождения дочери Андреева говорит, что родила в 18 лет Но судя по документам, Наталья появилась на свет в августе 1982 года Получается в 16? Скажите, вам было 18 лет, когда родилась Наташа, да? И вы помните тот момент, когда вы впервые взяли ее на руки? Конечно, прекрасный ребенок, замечательный, волосатый весь такой Существует также версия, что Андреева подделала свои документы И скрывает возраст, чтобы не отправили на пенсию Отдать место Примадонне в программе «Время» она явно не готова А прямо сейчас вокруг меня появляются ссылки на портреты других наших пациентов Посмотрите их, если еще нет, крайне рекомендую А также лайкайте это видео и подписывайтесь на Ходорковский лайв Дальше будет только интересно